Добрый день, уважаемые коллеги! Сегодня я хочу рассказать о том, как проходит обучение скретч-программирования нашей Прокопьевской средней школы. Обучение проходит на базе Центра образования цифрового гуманитарного профиля «Точка роста». «Точка роста» открылась в нашей школе несколько лет назад, но скретч-программированием конкретно мы начали заниматься в прошлом году. На тот момент это были учащиеся 4-5 класса. Почему именно скретч? Ну, прежде всего, скретч – это программа, которая позволяет создать собственные анимированные интерактивные истории и компьютерные игры. Этими произведениями можно обмениваться с сообществом скретч-проектов по всему миру, а также показывать их своим одноклассникам, родителям и другим лицам. Все свои проекты мы выкладываем на интерактивную доску «Падлик». На ней же находятся и другие проекты «Точки роста», такие как «Школьный музей», о нем уже рассказывала Инна Ивановна, 3D-моделирование. Я же приглашаю вас в наше фермерское хозяйство. Почему именно фермерское хозяйство? Ни для кого не секрет, что нынешняя молодежь бежит из села, не хочет оставаться на той земле, на которой родились и выросли, не видит перспектив, не видит возможностей. Наша задача – показать, что и в селе можно жить полноценной жизнью, можно развиваться, можно быть счастливым. Поэтому вот именно такое направление мы взяли. Ну и приглашаю вас в наш проект «Фермерское хозяйство». Он перед вами. Здесь, конечно, далеко не все наши работы. Здесь только те, которые прошли предварительное обсуждение и были сочтены достойными, быть выложены на школьной доске. Работа над каждым проектом, мини-проектом, состоит из нескольких этапов. Но прежде всего ученик воображает и представляет, что именно он хочет сделать и что должно получиться в результате. Потом создается проект, основанный на личных представлениях. Можно поиграть с результатами своей деятельности, показать ее другим. После этого мы вместе обдумываем и обсуждаем результаты, решаем, стоит ли этот проект того, чтобы его включили в общую нашу конву. Обсуждение и обдумывание приводит к новым представлениям и к новым проектам. В прошлом году мы создали множество мини-проектов. Они пока не были объединены в одно целое, но получили несколько направлений, таких как птичий двор, молочная ферма, огород. Ну и результаты мы объединили в небольшой фильм, который вам сейчас покажем. Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Пятый класс начался с того, что на уроках ИЗО изучался народный бык, архитектура русской избы, внутреннее убранство русской избы, предметы народного творчества. И эти темы мы решили перенести в компьютерную графику. И что я заметила? Сделав какой-то графический проект, смотрю, ребятишки уже по привычке открыли скретч и начали что-то там в нем экспериментировать. Таким образом, у нас получилось несколько мини-работ, которые заинтересовали нас и их решили как-то объединить. Поэтому получился такое небольшое ответвление от общей темы, которая получила название «Этническая деревня». И чтобы проекты объединить в один, в этом году мы решили собрать их в квест. Все знают, что квест – это приключенческая игра, один из основных жанров компьютерных игр, требующих от игрока решения умственных задач для продвижения по сюжету. Сюжет может быть предопределенным или же давать множество исходов, выбор которых зависит от действия игрока. Ну вот, например, был вот такой мини-проект, в котором кот гоняется за воздушным шариком. И шарик надо поймать. Обратите внимание, что здесь уже в фоне декорации, из-за рисунок, выполненный акварелью, гуашью, специально для проекта. Пока мини-проектов еще немного, но мы над ними работаем. Радует еще то, что теперь на каждом предмете, уже при изучении какой-либо темы, ребятишки начинают сразу же ориентироваться. Изучают ботанику на биологии, сразу, ага, какие растения могут быть, расти в нашей местности. И уже начата работа над проектом «Лечебные травы нашего района». Пока еще, конечно, работа сырая, но я думаю, что в течение какого-то времени мы уже ее закончим и тоже включим в свою квест-игру. Ну и, в общем-то, работа продолжается. Что хотела бы я отметить. В программе «Внеурочные детницы. Среда программирования скрыч» есть требования к личностным результатам освоения программы. И в ней как раз и говорится о воспитании российской гражданской идентичности, патриотизме, уважении к Отечеству, к прошлому настоящему многоденционального народа России и так далее. Я думаю, что все вот эти задачи наша программа и наша работа, в общем-то, реализуют. Спасибо за внимание.